Девушки отдыхают Снеками каждый месяц мне приходят, пробуем, открываем. Вы что-то заметили какую-то разницу? В этом месяце пришла в красном варианте, обычно синяя коробка бывает. Я подозреваю, что будет как в прошлом году, из разных стран всякие снеки, поэтому это вдвойне классно, вдвойне интересно. Сейчас будем открывать вместе и пробовать. В эту коробку входит 6 снеков обычно, большинство из них сладкие, к сожалению, я предпочитаю не сладкие, но давайте смотреть, куда мы отправляемся в этот раз. Ready for a holiday parade of flavors написано. И, как я и подозревала, скорее всего, это будут все разные страны. Очень интересно, давайте открывать, смотреть. Как всегда идет буклет. Season greetings from everywhere. Вот так вот. И здесь, как всегда, рецепты, ингредиенты, калории. Все описано, расписано. Напиток немецкий какой-то, рецепт. Очень круто, похоже на Глентвен, если честно. Так, обязательно идет стикер. I tasted the world this year. Вот. Вот так вот выглядит стикер. Очень-очень круто. Давайте смотреть. Первое, что вытаскиваю от бренда PopSmile. Попкорн, зеленый чай и клубника. Но вы уже можете догадаться, что это какой-то азиатский явно снэк. Тайвань. Пожалуйста, Тайвань. Отлично. Слушайте, зеленый чай и клубника. Ууу, я не представляю, если честно. Сейчас попробую. Это номер один из Тайваня. Дальше. От бренда Breeze Towns. Так, Просека. Это Bonbons. То есть, это конфетки такие. Это UK. Англия. Bonbons. Так, это такие конфетки Просека. Интересно. Интересно. Ну, это сладкие. Дальше. От французского, от французов. Бренд Брэдс. Уууу. И это какие-то чипсики явно остренькие. Это с каким они получаются вкусом? Так. Уууу. Это я не могу есть, друзья. Это со вкусом сыра козлиного. Go cheese. Козьего, козьего. Козлиного говорю. Козий сыр. Друзья, вы должны знать. Я не могу. Я не могу. У меня начинается рвотный рефлекс. Не могу я козий сыр есть. Мой организм его не принимает. Я козочек очень люблю. Но я люблю с ними разговаривать, гладить их и радоваться, глядя на них. И они приносят мне радость таким образом. Но. Ой. Сыр, молоко, все, что вот это вот от козочка идет, я не могу я. Ну, я просто, я вот открою, понюхаю и скажу вам, смогу или нет съесть. Но я очень сомневаюсь. Так. Так. Это был французский. Дальше. О, трюфели. Так. Трюфели, попкорн. Трюфельный попкорн. Ого. Это у нас откуда? Франция. Тоже Франция. Трюфельный попкорн. Вот это уже лучше. Такое оформление прикольное. Так. Дальше. О, какой-то сливовый, сливовый пирог с начинкой и с вареной сгущенки. Это у нас откуда? Так. Сейчас, секунду, подождите. Откуда это? Мне интересно узнать, откуда это, из какой страны. Аргентина. Вау. Аргентина. Дульсе де лече. Аргентина. Ух ты, я обожаю вареную сгущенку. И последний. Баклава, конечно же. Это у нас с какой-то восточной стороны баклава-то. Так. Иордан, друзья. Ничего себе. Вот так вот выглядит баклава. Ну, баклава, в принципе, я думала раньше, что я ее вообще не люблю. Но нам приходила как-то баклава в Universal Yams греческая, по-моему. И она была страшно вкусная. Поэтому я не буду зарекаться насчет баклавы. Так что давайте открывать и пробовать. Но баклава это сладкая. Так. Раз, два, три, четыре. То есть шесть снэков и пять из них сладкие. Как насчет этого? Как насчет этого? И самое, что расстройственное, то, что не сладкое, это козий сыр. Я открываю, потому что оператор любит такую тему, как козий сыр. Поэтому он их съест, если что. Но я должна понюхать. О! Пошу почтение. Я не могу, друзья. Нет, я не буду это пробовать. Это пахнет так, как я знаю, как это пахнет. Нет, я не могу. Пардон, пардон, пардон. Я еще не хватало, чтобы меня здесь не вытошнило при вас. Так, ладно, проехали. Давайте попробуем попкорн лучше с зеленым чаем и с клубникой. А вы пишите, как вы относитесь к козьему сыру. Я еще баранину терпеть не могу. Баранину, козий сыр. Еще и зюм не люблю. Так. Так, так, так. Пахнет хорошо. Вот, смотрите, какой розенький сочетается с моим нарядом. Ну, это strawberry, то есть это клубника, 100%. Да, очень вкусно. А вот это зеленый чай, смотрите. Супер шлаки. У меня аж зуб заломило, который мне надо будет лечить идти в начале января. Так, вот этот зеленый чай. Как интересно, друзья, действительно. Очень точно, очень точно. Я не могу сказать, что я поклонница вот этого, который с зеленым чаем. Strawberry мне нравится, который вот с клубникой. Но они просто очень сладкие, просто нереально сладкие. Это большой минус, конечно. Из-за этих я бы выковырила все, которые с клубникой, и оставила все, которые с зеленым чаем. Так что вот, неоднозначно. Так, ладно, окей, идем дальше. Давайте попкорн трюфельный попробуем. Французский. Все трюфели люблю. Трюфели я люблю. Ну, вообще, это как-то странно. Это не похоже на попкорн, а похоже на обычный трюфель. Там внутри... Боже, это очень необычно. Никогда ничего такого не пробовала. Внутри маленькие такие. Видите вот это беленькое? Это попкорн, друзья. Вот это уникально. Это восторг. Это мне очень нравится. Это очень классно. Очень вкусно, очень вкусно. Однозначно затет вот этому вот трюфелю попкорновскому. Кому такая идея могла вообще в голову прийти? Твердый, хрустящий, грубый. Ну, грубый, да, у меня текстура у попкорна. Продукт запихать внутрь нежнейшего, молочного, мягчайшего трюфеля. И это сработало. Так что, вот, друзья, не бойтесь рисковать и пробовать что-то новенькое. И двигаемся дальше. Давайте Аргентину быстренько смотаемся и попробуем тортик их сливовый с прослойкой из дульси де лечи, то есть вареной сгущенкой. Так, кто же не любит вареную сгущенку-то? Вот, видите, как, что-то типа аромовая баба выглядит. Кусаю. Полно вареной сгущенки, как и обещано. Очень вкусно. Очень сладко. Очень сладко. Без чая тут не обойтись, друзья. Надо чем-то обязательно запивать, потому что я не представляю, как народ ест просто так вот такие штуки. Сейчас, секундочку, у меня оператор пришел. Сейчас он зайдет, я к вам вернусь. Друзья, совсем немножко не успели мы с вами доснять до прихода оператора, но ничего страшного. Нам осталось попробовать всего два снэка. Два снэка. И первый будет, конечно же, баклава. Надеюсь, что она такая же вкусная, как и греческая. А эта, напоминаю, иорданская. А вы, друзья, уже приняли участие в конкурсе, кстати говоря? Пишите. Принимайте, принимайте. Классные призы. И уже скоро будет розыгрыш 26 числа. Я уже буду скоро объявлять всем победителям. Очень классная презентация, кстати говоря. Смотрите, в такой коробочке все дела. Ой, ой, уже маленькая такая порезанная. Вся, вот она. Ну, давайте попробуем. Баклава, она, конечно, всякая разная бывает. Неплохо. Она мне чем-то, друзья, немножечко чак-чак напомнила татарски. Вы не знали, но я... Вообще, вы, наверное, не знаю, в курсе вы или нет. Короче говоря, я родилась в городе Пермь на Урале. Но первые 9 лет своей жизни я прожила в городе Нижнекамск. Это Татарстан, между прочим. Поэтому я очень люблю чак-чак. И вот это мне чем-то его напомнило. Однозначно зачет. Мне нравится. Может быть, я стала приверженницей баклавы. Всякой разной, да? Очень хорошо. Я была бы рада этому. Итак, последний продукт. Это конфеты из ЮКей. Спросетка. Давайте смотреть. Выглядят они вот так вот смешно. Вот такие вот. Пахнут отлично. И я пробую. Писненькие. Писненькие такие. Ну, это такие, знаете, сосательные конфеты. Это будет долго я ее буду есть. Короче, друзья, подписывайтесь. Я эти короткие получаю каждый месяц. Мы с вами путешествуем, не выходя из дома. В разные страны. Где мы только уже не были. В Италии, на Украине, в России. Голландии. Дании. Скандинавии. Вообще. Бомба. Даже в Южной Корее были. Поэтому подписывайтесь. Создавайте нашу замечательную компанию. А пока мы будем прощаться. Желаю вам хорошее настроение. Предновогоднего такого, да, бодренького. И увидимся очень скоро, в ближайшем будущем. У меня куча видео запланирована. Куча. Поэтому ждите. Все. Все хорошего. Чао-чао.